Выкручиваются лишь на тренировках. В остальном, в первом в крае муниципальном спортообъекте действуют по наработанной схеме. За два десятилетия здесь создана мощная база подготовки по семи направлениям. Самбо, волейбол, бокс, лыжи. По-модному говоря, популяризировал спорт с неравнодушным отношением все это время легенда Заринска, руководитель спорткомитета Иван Шурыгин. После его смерти эта миссия перешла Андрею Чубу. В последние годы он был правой рукой Шурыгина и продумывал вместе с ним спортивное развитие города. Сейчас будет строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Юность». На том же стадионе мы делали площадки для сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. Там тренажеры поставлены. В прошлом хоккеист-любитель, он уверяет, спортсмен Заринска на уровне Барнаула. Ведь, чтобы попасть в спорт, уже нужен характер чемпиона. Например, в самбо. Огромный конкурс. А обучают воспитанников с полной отдачей. Так, для нескольких детей тренер специально ездит в село за 30 километров. Заринск создал мощную базу для биатлонистов. И дети, которые стоят на лыжах пару лет, уже привыкают побеждать. Они лучше кататься и можно много призов получать. Из женской команды по волейболу формируют краевую сборную. А Ольга Лифанова, Екатерина Кунгурова, Александра Окаракова играют на уровне страны. Еще один игрок у нас Левина Нелли. Это игрок высшей лиги клуб «Воронеж». Является связующим игроком. Сейчас играет в чемпионате России. Это наши четыре замечательных выпускницы. Мы ими гордимся и дети на них равняются. Ежегодно власти Заринска выделяют на спорт 25 миллионов рублей. Для развития всех направлений этого мало. И выручает бизнес. Это Прип Сергей Николаевич, депутат на сегодня. Он уже краевозок собрания. Это наши депутаты, местные и руководители. Гуров Валерий Петрович, Подградьев Константин Николаевич. В большей степени они делают дело. Закупают сами призы, подарки. И вместе организовываем и проводим. Заринская лыжня здоровья и летний велодрагрейсинг проводят при поддержке Константина Панкратьева. Он же помог приобрести помещение под спортклуб «Крепость» для армейского рукопашного боя. Сергей Прип оборудовал стадион «Радуга», где ежегодно проводят детские соревнования. И помог подвести электричество на новую лыжную базу города. Валерий Гуров курирует волейбол Заринска. А это значит, помогает им доказывать статус сильнейших выездом на соревнования. Это лишь самые крупные бизнесмены Заринска. За ними еще десятки предпринимателей, заинтересованных в развитии города. И речь не только о здоровье его жителей. Вот у нас недалеко городок, зато Сибирский есть. Ракетная часть стоит. Там есть отдельный батальон разведки. Я хочу сказать, что половина батальона разведки – это наши воспитанники. Там служат. Они служат и выступают в различных спортивных мероприятиях. То есть, ну, так вот. Строите судьбы мальчишек? Ну, помогаем. Я не строю, они сами выбирают свою жизнь. А я только помогаю. Поэтому в ближайшие годы спорткомитет города планирует возводить новые объекты. Так, вместе с футбольным полем появятся беговые дорожки и секторы по прыжкам в длину и толканию ядра. Как следствие, футбольная команда и сборная по легкой атлетике. А следующим крупным объектом будет лыжероллерная трасса для летних занятий. Сейчас в секциях Заринска занимается несколько тысяч детей, желающих намного больше. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.